Здравствуйте! В эфире Вести. В студии Оксана Купаева. Главное к этому часу. В Самарской области от удара молнии погиб 13-летний подросток. Два его товарища доставлены в больницу. Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Йозеф Блаттер в пятый раз стал президентом ТИФА. Его соперник, ярданский принц, предпочел сдаться. Неодесский юмор. Михаил Саакашвили ждет назначения губернатором Одесской области. Украинское гражданство он уже получил. Вода теплая! Отличная! Супер! Здравствуй, лето! В Сочи сегодня официальное открытие курортного сезона. Пляжи уже заполняют туристы. Итак, 79-летний швейцарец Йозеф Блаттер остается на посту президента ТИФА, инициированной американскими властями накануне Конгресса в Цюрихе. Коррупционный скандал и прямое давление на Баттера, например, со стороны главы УФА Платини, не исключено возымели противоположный эффект, нежели рассчитывали его противники. Соперники, орданский принц, в этой ситуации предпочел отказаться от участия во втором туре голосования, которое состоялось в пятницу вечером из Цюриха. Михаил Антонов. Совершенно неожиданная развязка. Дело в том, что должен был состояться второй тур. Йозефа Блаттера в этот момент вообще не было в зале. Там устанавливали кабинки для повторного голосования, и вот в этот момент орданский принц Аль-Хусейн попросил слово. Я хотел поблагодарить вас всех. Для меня это был замечательный опыт работы с вами. Я хочу поблагодарить всех, у кого хватило смелости проголосовать за меня. Но я принял решение снять свою кандидатуру. Спасибо вам всем и удачи в будущем. Когда Йозеф Блаттер вернулся в зал, он поблагодарил своего конкурента. У нас много проблем. Нам нужны реформы, нам нужно многое изменить. Но мы не будем переносить чемпионат мира, потому что чемпионат мира это очень важно. Я беру на себя ответственность за решение проблем ФИФА. Мы сможем справиться с трудностями, я убежден в этом. И я обещаю вам, в конце моего срока я оставлю своему преемнику сильную, процветающую организацию. Чемпионат мира, который не будет перенесен, это чемпионат мира 2018 года в России. И еще Блаттер упомянул о своем преемнике. Это означает, что в 2019 году он намерен все-таки оставить свой пост и передать организацию в руки своего преемника. Осков погиб 13-летний мальчик, его товарищи в больнице. По одной из версий, когда началась гроза, школьник разговаривал по сотовому телефону. Репортаж Станислава Жижина. Мы пошли от Киевы покупать ему телефон. А потом я проснулся и уже под капельницы. Все остальное, все, нету в голове. Очнулся уже в больнице. Подробности Виталию рассказал друг. На его глазах в какие-то доли секунды произошла трагедия. Состояние его, в общем-то, нет, тяжелое. Он адекватный, просто ребенок испугался, потому что на его глазах произошла трагедия. Один друг у него погиб, а второй был в бессознательном состоянии. Бессознание был как раз Виталий. В районной больнице его привели в чувство. Спасать третьего друга было уже поздно. Он погиб на месте от сильного удара. Одна из версий, погибший мальчик в момент грозы разговаривал по сотовому телефону. Он, возможно, и притянул сильнейший разряд. Лидия Мноу вспоминает, как в секунды ясная погода сменилась на грозу. Сначала был дождь с градом, затем раскаты грома и молнии. Раза очень. Очень. Я за 75 лет ни одного раза такую не видел. Ни раз такого не было вообще. Такого ни разу не видела. Не слышала. Это вот, вы знаете, какой грохот был. Три мальчика вот здесь стояли, прямо вот у подъезда. Ну, не подъезд, а она прямо на дороге. А я еще выглянула, а очень сильный. А я хотела им прямо сказать, ребята, идите домой. А то больно сильно. Сейчас и провода, и деревья тут. Этот след, по всей видимости, оставил та самая молния, которая ударила в компанию подростков. В тот момент их здесь находилось трое. Удар был такой силы, что всех троих раскидало по вот этой вот площадке. Станислав Жижин, Василий Колдашов и Михаил Ситников. Вести. Нефтегорск. Самарская область. Гражданин и Одессит. Михаил Саакашвили получил гражданство Украины. Как ожидается, будет назначен Петром Порошенко губернатором Одесской области. Сам Саакашвили несколько часов назад на своей страничке в Facebook признался в любви к Одессе. А некоторые депутаты Рада от блока Петра Порошенко выразили надежду, что бывший грузинский президент превратит Одессу во второй Батуми. Напомню, Саакашвили стал советником Порошенко в феврале этого года, а через три месяца председателем Международного совета реформ Украины. В Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел. Тбилиси обращался к Киеву с запросом о выдаче Саакашвили, но получил отказ. Уволенный Порошенко, бывший губернатор Днепропетровской области, одезный олигарх Игорь Коломойский пригрозил подать иск в суд на кабинет министров и государства Украины в целом. Во время заседания наблюдательного совета Укрнафта он также выразил крайнее раздражение деятельностью министра эконом-развития литовца Абрамовичуса. Я акционер этой компании, мне плевать, откуда с Литвы привезли эту обезьяну, или откуда ее привезли, потому что он просто вообще не разбирается ни в нефти, ни в нефтепродукты. Весьма любопытная реакция на слова Коломойского самого Абрамовичуса на заседании акционеров Укрнафты не был, но спасибо, что вспомнили, написал он в Твиттер. Суд США приговорил к пожизненному заключению владельца и оператора интернет-магазина Силкроуд «Шелковый путь» Роса Ульбрихта. Он был признан виновным в торговле наркотиками, участии в сговоре с целью отмывания средств и хакерской деятельности. Через портал за виртуальную валюту биткоин было продано наркотиков примерно на 200 миллионов долларов. С помощью данного интернет-ресурса также заключались договоренности о многочисленных незаконных сделках, в частности имеющих отношение к заказным убийствам, мошенничеству, изготовлению фальшивых денег. Россельхознадзор уведомил Латвию и Эстонию о предстоящей переостановке импорта рыбной продукции из этих стран. В настоящее время российские инспекторы готовят отчеты о проверке рыбоперерабатывающих предприятий двух прибалтийских государств. Как только документ будет выпущен, ограничение начнет действовать. Скорее всего, это произойдет 3-4 июня. Проверки латвийских и эстонских предприятий, к слову, проводили ведомства ветеринарного надзора США и Европы. В результате была выявлена опасная для жизни и здоровья человека продукция. Сегодня официальное открытие летнего сезона в Сочи. В городе пройдет цирковой крановал, а также состоится парад курортов, в котором примут участие ведущие сочинские здравницы отели. На ближайший месяц забронировано 95% номерного фонда. Из курортного Сочи репортаж Александр Руденко. Как настроение, как катать? Обалденное настроение, классное катание, все супер. При плюс пяти кататься можно и в шортах. Температура и не растаявший снег на Красной Поляне позволяют. Хоть и до лета осталось всего пара дней. Туристический сезон в Сочи не кончается, плавно перетекая из одного времени года в другое. Сегодня пытаемся катнуться на лужах и искупаться в море. Где еще найдешь такую пару для развлечений? Нынешний зимний сезон на курорте стал самым массовым за последнее десятилетие. Почти миллион отдыхающих. Снег на вершинах Красной Поляны растает через пару недель. С этого момента горнолыжные курорты официально откроют летний сезон. Это конные прогулки, туристические походы, рафтинг, велосипедные маршруты. Да и просто подняться на высоту свыше двух тысяч метров. Уже удовольствие. Виды здесь потрясающие. Загорать и купаться уже можно. Море прогрелось до плюс 21. Для местных холодно. А вот для компаний из Воронежа, Челябинска или Москвы в самый раз. Вода теплая. Отличная. Супер. На яхте вдоль курортного побережья Кирилл и Юля путешествуют впервые. Прокатиться предложили прямо в порту. За час пять тысяч рублей. Не дешево, зато впечатлений масса. Очень классно. У меня просто эмоции переполняют, честно. Ничуть не пожалели. Очень здорово, очень классно. В глубине Олимпийского парка построили аттракционы, на которых адреналин зашкаливает. Этот называется квантовый скачок. На центральной набережной кажется, что сезон уже в разгаре. Местные кафе и рестораны стараются удивить кто как может. Это конкретно черноморская барабуля, за которой люди просто приезжают и хотят ее видеть, кушать и чувствовать весь вкус в этой рыбе. Мидии, устрицы, форель и барабуля. Все местного улова. Средний чек за такой стол – 4 тысячи рублей. Помимо дорогих ресторанов, в Сочи сейчас появилось много кафе и столовых, в которых подкрепиться можно по вполне демократичным ценам. К примеру, в этой салат оливье стоит 42 рубля за порцию или мясной плов – 60. Это наш стандартный номер, стоит 7,5 тысяч в сутки без учета завтрака. Здесь комфортно разместиться, как вы видите, двум людям. Один из самых крупных сетевых отелей в Сочи заполнен под завязку. Курорт в этом сезоне ждет больше 5 миллионов отдыхающих. Управляющий Иван сам родом из Барселоны. Говорит, что на лето, как и во всем городе, забронировано более 80% номеров. Друзей и родственников из Испании приходится приглашать только на сентябрь. Я все время рассказываю друзьям, что здесь замечательная погода, какие у нас здесь условия после Олимпиады. Я им говорю, что приезжайте, посмотрите сами, может быть, ваше мнение о Сочи и о России вообще изменится. Сервис в мини-гостиницах рассчитан на менее искушенного туриста, зато цена не кусается – 2000 против 7 за сутки. Да и здесь не менее тепло и уютно. Выбирали как раз отель, чтобы где-то было для ребенка все хорошо. То есть тут бассейн великолепный. Да, бассейн – это клево. Поэтому, ну, плюс знакомые нам посоветовали сюда приехать. У нас много знакомых уже здесь отдохнуло, все довольны. Сам факт Олимпиады, он очень положительно повлиял на культуру, на сервисы, на отношения к гостям. Если раньше все считали, ну, в Сочи так приедут, то сейчас поняли, что за гостей надо бороться. И городу это, безусловно, очень большой плюс. Единственный в Сочи песочный пляж вот-вот появится недалеко от Олимпийского парка. 110 железнодорожных вагонов завезли из Ростовской области. Выбирали песок по цвету. Чем желтее, тем лучше. Кроме 7-километровой полосы и меритинской низменности, в Сочи к сезону подготовили более 150 пляжей. Большинство из них оборудовали камерами видеонаблюдения, чтобы отдыхать на курорте было не только комфортно, но и безопасно. Александр Уденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий и Светлана Пашкова. Вести, Сочи. Продолжение следует...